Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис Кочерга, и я показываю концовку Гарри Поттера Тайная Комната на PS1. Вы хотели увидеть концовку и графику, я также покажу насчёт философского камня. Погнали! Тан-тан, таран-тан, таран-тан, таран-тан. Это тот самый змей, блядь, да. В принципе, концовка тут прикольная. Есть. Ура. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Та-дан, получи, чувачок. Ха-ха-ха-ха. Потом вы видите разницу в ПК-версии. Ну, увидите скоро концовку. Ну, не скоро, но увидите. Вот. А это PS1. Просто оцените. Молчание. Молчание за стучанием постоянного впитывания черни в дневник. Всё кончено. Гарри сам поднялся. Его головой сильно пружилась, как будто он путешествовал под порошком пулу. Жизнь его потом вздохнула. Это была я, Гарри. Но я клянусь, что не хотела, чтобы Ридл меня заставил. Это он виноват. Гарри сказал ей, что всё в порядке. И Сидина с Суиском была покончена. Пошли, Джинни, выбираемся отсюда. Климите ли вверх. И прежде чем остановиться, они смогут стремиться все в нем. Втроём. Гарри им всё рассказал. Но у правого брата слышал далекий голос, как Герман наконец-то не лошал. Сиск лазает по трубам. Как Рыбок рассказал ему про то, что должен следить жертвой Василиска. Как он угадал, что плачущая в ней не стала жертвой, а под гробницей Василиска находится в том, что не титая. Профессор Дамбуллов поднесло, что 50 лет назад Морк Федемор, как считаю, встретил Тон Ридл, смог создать свой герман, как для них поделать Сидина. Позже, говорит Слопот, боюсь, дозу из Рашки Маута. Поэтому, если Маута с Маутой, смог забросить герман на Ридл и Джинни Вискина. Сосунчиком. Сосунчиком. Конечно же, Гриффиндор. Наверное. Гриффиндор. Сосунчиком. Солидор. Ага. Гриффиндор. Ну, конечно. Гриффиндор. 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 Ага. Гриффиндор. Та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Дорогие друзья, я хочу рассказать, это моя была первая игра, то есть буквально не первая игра на компьютер, а именно вообще, это была для меня первая игра, как я был знаком с видеоиграми, то есть мне купили на тот момент PlayStation 1, у меня было дисков 100, может, да, где-то 100 с играми. И это было очень круто, потому что, когда я подключал телевизор к приставке, для меня открывался новый мир, и вот если бы я не познакомился с PlayStation 1, я бы никогда не знал о классных таких играх, как Гарри Поттер, потом Silent Hill, Resident Evil, Doom, Quake. Дик Нюки, Mortal Kombat, ещё там Гринч, Каспер, блин, NFS, Need for Spin, GTA 2. Для меня это были просто офигенные игры, когда ты мог участвовать в таких вот офигенных игровых моментах. И вот почему-то Гарри Поттер мне запомнился, она настолько была моей любимой игрой, я не могу полное прохождение записать, потому что она очень тяжёлая, и там было бы очень много мата, да и вообще, как бы, игрушку нужно эмулятором, ну, как сказать, оптимизировать. Это, то есть, не полноценная ПК-версия, это настройки через эмулятор, и это нужно настраивать, чтобы игра выглядела не убого, и плюс при записи, чтобы она не тормозила. Это как раз, как сказать, забавные чувачки, это как раз очень тяжело, чтобы и была хорошая оптимизация при записи, вот, и, естественно, это тоже время. Сейчас у меня не так много времени, чтобы перепроходить её заново. То есть, я её прошёл, я вам показал концовку, и вы сравните её с ПК-версией Тайная Комната, также я запишу концовку Философского Камня, вы сравните, а вот Узника с Кабана я буду ПК-версию проходить, потому что PS2-версия, тоже эмулятор, она будет очень сложно проходима на PS2. Также у меня есть эмулятор PSP, и PSP у меня, в принципе, идёт хорошо, но там тоже надо настраивать определённые графические артефакты, поэтому подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки, приглашайте друзей, будет очень интересно, я стараюсь свой канал, как сказать, дополнять, общаться с вами, продвигать. Так что, если будут какие-то вопросы, пишите ВКонтакте, пишите комментарии в Ютубе, можете давать советы, но, естественно, сразу скажу, что у меня ограниченные графические потребности компьютера, ограниченные финансы, мы все люди, мы живём в прашке, прашке. Так что, с вами был Денис Кочерга, всем до встречи, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok